Продолжение следует... 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 Наш отец жив Что, что? Что ты сказала? 20 лет мы считали отца погибшим, а он был в плену О, несравненная, с твоим приходом вернулось счастье в наш дом Я принесла то, что ты велел, повелитель У тебя будет пора Я выполнила твой приказ И ты выполни мою просьбу Разреши мне свидание с отцом Мой бедный отец Фатима, 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 дочь моя, почему ты здесь? Почему? Зачем? Зачем ты вернулась? Я же просил тебя бежать из этого ада У меня сердце разрывается на части, когда я вижу, как ты страдаешь Эти, эти разбойники не пощадят нас, доченька И я ни за что не буду делать им порох, потому что это принесет людям несчастье Не время сейчас думать о людях Лучше подумай о нас, о себе, отец Доченька, как ты можешь говорить об этом? Грех строить свои счастья на несчастье других Садись, садись Фатима, если ты убежишь от них, то я тем самым разверши мне руки Заклинаю тебя всем на свете, беги, спасай свою жизнь, доченька Нет, отец, я тебя одного не оставлю Беги, умоляю Эй, ты, знающий секрет женов огня Наполни бордюки господином порохом, иначе пострадает твоя дочь Никогда не прощу себе, что взял тебя в это путешествие О, Перри, дух пещеры Откликнись Эх, медцер, миголова Наш Абухасан сам собой разговаривает Тише Он беседует с духом пещеры Я никого не вижу И не увидишь Только одному Абухасану дано видит духа пещеры А, говори, Перри О, мой повелитель В сторону Гулябада идет большой караван с богатыми товарами Но холодный северный ветер нашептал мне, что захватить караван ты сможешь Если на помощь своим отчаянным всадникам призовешь Огонь и воду Огонь и воду Сим-Сим, сокройте Сим-Сим, сокройте Сим-Сим, сокройте Сим-Сим, сокройте А может, ему помешал холодный северный ветер? Помнят ли меня дети мои, Косымья Либаба? Вам эти места знакомы, господин. Далеко ли еще до воды? Люди устали. Кони надо поить. Скоро подойдем к воде. Через два бархана. Передай караван баши, пусть сделает привал. Недалеке отсюда должна находиться дамба. Но она построена еще в прошлом веке моими предками. И в память об этом в нашей семье хранятся два вот таких перстня. Это семейный талисман. Спасибо. Дальше я дойду сам. Гурдюки наполнены джинами огня. Прикажи начать, мой атаман. Завтра будем гулявать. Эй, люди! Что вы там делаете? Готово! 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 Смотрите, смотрите! Что это? Это бегущая бошь! Сейчас будет свет! Вы любите! Спасайтесь, друзья! Вы погибли! Вы погибли! Сейчас бегите! Горяя! Скройяя! Что вы задумали, злодеи? Если загорится дамба, город останется без воды! Не берите грех на душу! Эй, люди! Остановите огонь! На помощь! 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 КОНЕЦ Ахахаааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Ну всё, сейчас тебе достанется! Я для тебя старался, для тебя, Бухасан. Али-Баба, несчастье обрушилось на Гулябата. Из города уходит вода. Арыки милели прямо на глазах. Что случилось? Говорят, из Арыков уходит вода. Что? Иди узнай. Иди узнай всех погибнем. А небо пошло в проклятие. Что случилось? Что случилось, люди? Гулябата останется на воды. Жители Гулябата, отданные шаха, Я обращаюсь к вам не как повелитель города. Я обращаюсь к вам как брат ваш, как отец ваш. Касым! Не нашли ты отец, посмотри. Слава Всевышнему, это не он. Смотри внимательно, Касыма, я совсем не помню отца. Я его сразу признаю, не беспокойся. Среди убитых его нет. Но его и среди живых нет. А может, это не тот караван, с которым должен был идти наш отец? Будем надеяться. Наш правитель! Мамы не труда! Он покарает обдаклазового сада! Проклятые разбойники! Это разбойники оставили нас без воды! За что вы испытываете нас? О, небеса! Это дело рук дьявола! Дьявола в человеческом облике Абухасада! Жители Гулябада! Отныне слезы потекут по этому каналу, а не вода! О, добрый наш правитель! Попросим помощи великого шаха вырыть нам колодцы! Скорее небо станет землей, а земля небом прежде чем... Возьмите ребеночка! Возьмите! Чем мы добьемся помощи от шаха! Жители Гулябада! Отныне я буду давать по несколько кувшинов воды в день городу бесплатно! Но для Гулябада несколько кувшинов воды в день – это капля в море. Да, выход один. Восстанавливать дамбу нам самим. И продавать за деньги! Три поколения наших предков строили эту дамбу, а ты хочешь? Но дешевле срыть колодцы! Шах за них терет такие налоги, что придется последнее из тебя отдать! Касым! Касым! Смотри, твой товар! Узнаешь Криво? Смотри, твой товар! Смотри, твой товар! Арonds! Смотри, твой товар! Смотри! На русского церквичей beşремы какие-либо уступят! Credенную церковь! Перед enrollся коaster! Кон generously, воплощать безoudно! Не сердись, пожалуйста, дорогой шовшир Но Марджина не будет твоей женой Хоть ты мой любимый племянник, не хочет она этого А я заставлять не стану А вас не пугает, Раджа, что она отказала к высокородному отпуску? Не пугает, нет И может выбрать мужья человека менее достойного Мой господин, человека прибило к берегу Стойте! Бахрам, окажите помощь О чем вы говорите, дядя? Он, наверное, давно уже мертв Прежде посмотрите, что с ним, узнайте, кто он, откуда Вы готовы сочувствовать любому бродяге А только мое горе в душе ваше не находит отклика Отдайте за меня Марджину Достаточно Она никогда тебя не полюбит И не надейся Что там с несчастным? У него жар Он в бреду Состояние крайне тяжелое Откуда эти голуби? Рука его сжимала клетку Возможно, голуби знают дорогу в его город Когда придет в себя Узнайте, откуда он Пошлите весточку к родным Трогай Он беспрестанно бредит, вспоминает сыновей и жену свою Доктора опасаются за его здоровье Если вы сможете, то приезжайте скорее В Индию караваны ходят довольно часто Поверьте, сделаем все, что только Чувствует мое сердце, что он жив Косым Да, мама? Собирайся, сынок Я? Собирайся в дорогу, быстрей Я бы... Я бы поехал, мама Но кто будет в лавке торговать? Конечно, мама Косым не может оставить свою лавку Позволь мне с отцом поехать А? Да сопутствует тебе удача Седлай Седлай быстрей коня Какого коня? Моего коня? Да что вы, мама, я... Не пешком же ему идти Поторапливайся, сынок Поторапливайся Мама, я все думаю Как я узнаю, что он мой отец? Ты его узнаешь по этому перстню Точно такой должен быть на руке у твоего отца Ну, прощай, брат Пусть горе и печаль обойдут тебя в дороге Прощай Смотри, береги лошадь Я дорого заплатил за нее Позаботься о матери, брат Хорошо, хорошо Друзья мои Слушай, брат Почаще посылай весточки с голубями Ну Да не омрачат заботы ваше чело Прощайте Эй! Привези побольше красивых товаров Да не хмурься, улыбнись Ты услышать сегодня должна нас, красавица Мы захватили богатую добычу Поехали теперь и пойдет Пока там он пересчитывает сокровища Будешь развлекать нас Идем, красавица Танцуй Танцуй, красавица Танцуй, красавица Танцуй, красавица Танцуй, порадуй всех нас Радуй нас Танцуй, красавица КОНЕЦ 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 Перри, о Перри, твой повелитель вызывает тебя. КОНЕЦ 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 Вино легко поет в крови. Хмельная сила у вина, но труден выбор у любви. Ведь сорок вас, а я одна. КОНЕЦ КОНЕЦ Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 И купи еще сорок буряков, которые твой отец вновь наполнит порохом. После захода солнца вернешься на это же место. Дочь моя, Фатима, когда ты прочтешь это письмо, меня уже не будет в живых. Заклинаю тебя, не возвращайся к разбойникам. Ты свободна, иди к людям. Нет. Нет. Это неправда. Нет. Неправда. Неправда. Зачем ты это сделала, Тел? Обыскать весь город, найти Марджину и доставить во дворец. Найти того, кто похитил ее. Я прикажу затоптать слонами этого наглеца. Да, мой повелитель. Кто это? Ты кто? Мы получили ваше письмо, где сказано, что наш отец жив. Что? Какое письмо? Я никогда не писал писем. Я умею пользоваться мечом. А пером не владею. И ты сейчас мне скажешь правду. Великий Раджа, я приехал из далекого Гулябада не для того, чтобы обманывать. С какой целью ты проник сюда? Что тебе нужно? Я приехал забрать своего больного отца. Его зовут Юсуф Сардар. Ты слишком поздно прибыл. Твой отец уже на небесах. Хочешь к нему? Могу сейчас же отправить. Как? Моего отца нет в живых? Если будешь задавать мне вопросы, я и в самом деле пошлю тебя вслед за отцом. Вызвольните его отсюда и побыстрее. Убирайся отсюда, галатранец, чтобы до утра духа твоего не было в городе. Встань, человек. Скажи, стражник, может быть, тебе довелось знать моего отца? Юсуф его звали. Его старый Раджа приютил, когда он был болен. Что с моим отцом? Разве ты не знаешь? Друзья старого Раджа перебиты. Уходи, спасайся, пока не поздно. Тебе еще повезло, что тебя не схватили, чужеземец. КОНЕЦ КОНЕЦ Выследил, негодяй, это тебя Шамшир подослал Отец! Отец, остановись, этот благородный человек спас мне жизнь Кто? Он? Я видел сверху, как он преследовал тебя Я охранял уважаемую вашу дочь, ее повсюду ищет стража Шамшира Прости, незнакомец, я тебя принял за врага На вашем месте я поступил бы так же За поимку маршины Шамшир обещает большой выкуп Нам надо немедленно уходить из этого города Постойте, за лошадьми пойду я Вас могут схватить люди Шамшира и казнить А меня тут никто не знает По указанию правителя Гулябада Полагается платить за бурдюк воды Дирхэм И пол Дирхэма за кувшин Следующий, пол Дирхэма Следующий, пол Дирхэма Вода в нашем городе не бесплатна Отойди, не мешай Тебе нечем платить за воду? Подожди дождя, тогда и напьешься А? На полный бурдюк Слышь, господин Живей Слышь, господин Выходим Жажда замучила. Не узнаешь. А может, ты вспомнишь, будь он проклят тот день, когда ты у меня покупала бурдюки. Верно, господин. Я у вас брала бурдюки. Они для воды, не для вина ты их у меня покупала. А теперь мне ответь, какой черной силой ты их наполнила? Что вам надо? Я никак не пойму вас. Молчи! Молчи! Заколдованные бурдюки разнесли на части дамбу у реки. Люди, оставшиеся в живых, рассказывали, земля содрогалась. А-а-а! Ты связана с разбойниками. А ну идем! Я отвезу тебя к правителю! Вы ошибаетесь! Я сама жертва разбойников. И мой отец наложил на себя руки из-за них. Не лги! О, нет, нет. Поверьте, я не виновата. Я когда-нибудь все расскажу. Сегодня, пожалуйста, ни о чем меня больше не спрашивайте. И потом, разве у вас эти бурдюки покупала только я одна? Но почему? Почему я не могу забыть тебя с той минуты, когда ты появилась в моей лавке? А то зеркало, которое тогда разбилось. Я собрал по кусочкам и ищу в нем твой образ каждый день. Как прикажете понимать ваши слова, господин? Как насмешку над бедной девушкой или как признание? Насмешка? Я готов хоть сейчас взять тебя в жены. Будь госпожой в моем доме, луналикая. Ну что ж, так уж и быть. Сюда. Смотрите. Вот они! Вот они! На рассвете в Гулябат уходит караван Мустафы. Я отвлеку стражу, а вы при спорте лошадей, я потом догоню вас. Свечайте с нами. Мы сумеем под покровом ночи обмануть их и уйти. Рисковать опасно. Доверьтесь во всем Мустафе. Он укроет вас. Я с ним вчера договорился. Только не попадитесь. Вернули направо! Вернули направо! Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ Эй! Почему ты отстаёшь от каравана? Подвергаешь такую красавицу опасности. До Гулябада нам ещё далеко. Пять переходов, пять дней пути. Привал! Последний привал в Индии. Перенесите, товарища, с остановы верблюдом на Нашингей. Впереди горы! Послушай меня, прелестная жемчужина, я поведу тебе свою тайну. Как-то один звездочёт предсказал мне, что однажды мой шатёр войдёт в Алая Роза Индустрия. А мне было иное предсказано. Что? Что я встречу такого осла, как ты? Уйди с дороги. Все остались. Али, баба, куда ты отсылаешь голубя? В Гулябад. Интересно, а что ты обо мне там написал? Что это? Что это? Кто посмерт без моего ведома выпустит из каравана голубя? Вот, письмо. Сейчас я проучу негодя. Через пять дней пути, через пять переходов встречайте. И ты скоро прославишься и станешь знаменитым. Так говорят линии. Интересно. А теперь хорошо бы узнать, какова будет твоя судьба. Хорошо. Что это, родные странники? Надеюсь, ты простишь меня. Я вынужден пристрелить твоего голубя. Да кто тебя позволил? Он нёс важное письмо. Так вот, путник. Оно не дойдёт до разбойников. Какие разбойники? О чём ты говоришь? Ты под усыними. Сбежите его. А ну! Не смейте! Отпустите его! Это письмо он послал домой. Ты хочешь, чтобы я пощадил его? Пошли ко мне, шатёр. Пошли, шатёр. Шатёр. В клетку! В клетку! А ты! А ты! А ты! А ты! А-а-а-а! Люди! Помогите! Пожар! Клетка горит! Маркшина! Задыхайся! Помогите! Проварь машин горит! Освободите её! Что же вы стоите? Я же там сгорёт! Спасите! Маркшина! Выбивай! Выбивай! Поднимай! Давай! Убивай! 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 Мне клетка нужна! Воды! Прошу вас, дайте воды! Пей! Пей! Ты кому даёшь воду? Развойнику! Прочь! А! Да как ты по смерти? Юсуф! Да, Юсуф! Кажется, я вовремя догнал твой караван! Ты обещал мне довезти их до Гулябада! Я ведь заплатил тебя сполна! Кого ты подсунул нам, Юсуф? Он хотел погубить мой караван! Он лазутчик Абухасана! Хорошо! Ты принял его за лазутчика! За кого же ты принял тогда эту индийскую принцессу? Поистине, у страха глаза велики! Что ты ещё задумал? Брось кинжал! Нет! Откуда он у тебя? Где ты взял этот перст? Он принадлежит моей матери! Второй был у погибшего отца! Постой, постой! Только повтори! Как твоё имя? Как тебя зовут в роду? Али! Али Ибн Юсуф! А мать? Зовут Замира? Да! Брата-ка, сын? Да! Сынок, я твой отец! Вы мой отец! Ты мой сын! Али-баба! Сын мой! Неужели я тебя нашёл? Сын! Нашёл! Это правда! Отец! Да, сынок, да! Как дома? Мать жива! Жива, жива! И она ждёт нас! А как сын? И он ждёт тебя! Прости, отец! А где твой перстень? Я не вижу его! У меня его украли, когда взорвали дамбу! Осторожно! Марчина! Не с места! Теперь мы с тобой поговорим по-другому! Не ты, не твой Али-баба! Никто у меня не может отнять Марчину! Разбойники! Опять? Разбойники! Разбойники! Опять одноглазый! О, небо, за что ты меня караешь? Нет! Не надо! Нет! Не надо! Нет! 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 Наш Абухасан милостиво согласен оставить вас живых! Если вы бросите свои товары, и немедленно уберётесь прочь! Иначе все эти скалы обрушатся на ваши головы! Бегите, ждите меня за ущелье! Бегите, ждите меня за ущелье! Предатель, не стреляй! А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Охрана! Сощищайте нас! Мы вам деньги платим! Мы вам на ваши деньги жить здорово! Да, жить здорово! АПЛОДИСМЕНТЫ Нет, я без вас не уйду, отец. Я не оставлю вас одному. Не теряй время. Уходи, спрячься и жди нас. Не спущи, красавица. Отпусти. Вы навлекли на меня в виду? Отстань, от меня. Все мои товарищи пропали. Я ищи. Все-таки стали шпалей, рабиней. Идем. Я продам тебя. Я не навижу тебя, не гоня. Потерю. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Отец! Тебя радили? Зачем ты вернулся сюда, отец? Иди, спасай Марджину. Она ждет тебя за ущельем. Обо мне не думай. Низко поклонись матери. Нет, ты скоро сам увидишь ее. Теперь не сужу. Так у Лябада уже недалеко. Я знаю тайные тропы в горах. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ ТЕДУШКА ЗАМИРА АЛИБАБА ВЕРНУЛСЯ Неужели небо услышало мои молитвы? Косым кажется, в наш дом пришла радость. Что с ним? Он жив? Жив, жив. Его ранили. О, тоже. Кто посмел? Абухасан со своими разбойниками. Косым, 20 лет я тебя не видел. Встретил бы, тоже не узнал. Спасибо. Скоро и внуки пойдут. Косым женился. Воды. Воды. Взгляни, есть ли в доме вода. Пить. Сейчас. Воды ни капли нет. Сынок, беги на площадь, купи воды. Покупать воду? Как же так? Почему в Гулябаде продают воду за деньги? За бурдюк золотой. Подходи. Куда, слышишь? Иди спать. Отец попросил воды напиться. Это же Али Бабана. Его отца на поле раз. Али Бабан. Али Бабан. Али Бабан вернулся. Заплати только. Следующий, следующий. Ступай. Отец, вот я принес воду. Нет, нет, отец. Я не в первый раз встречаюсь со смертью. Но сейчас, кажется, часы мои сочтены. Выслушайте. Выпей сначала воды, отец. Один платочек. Прошу вас. Али Баба, обещай мне восстановить дамбу. Я выполню твое желание. В Гулябад вернется вода. Дамба будет восстановлена. И все. Найди Марджину. Я благословляю вас. Юсуф. Отец. Юсуф. Отец. Вот что еще мы захватили в караване. Индийский Раджа отправил в подарок эту корону шаху нашего государства. Подарок прибыл по назначению. Славный Абу Хасан. Скоро сам взойдет на трону. Вот рассказано. Вот рассказано. Шах, подводитель. Раджи. Парадейство вот Абу Хасан. Мы накопили достаточно богатства. Абу Хасану и без того принадлежит огромная власть. Он познал тайну горы огня. Он могуч. Пусть шахом станет кто-нибудь другой. Кто? Меня. Нет, пусть им станет этот жалкий старик, этот раб людской славы и почести, правитель Гулябада. Хвала правителю Гулябада! Хвала! Сегодня первый день наступления весны. Хочу вас обрадовать, жители Гулябада. Берите, пейте бесплатно эту весеннюю воду. Берите ее домой, кто сколько сможет. Берите бесплатно, кто сколько сможет. Унизу Гулябада. Сегодня будут быть бесплатно. Берите, вы за курчомы. 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 Отец жив, она купила сорок штук. Ну и что? А может, она купила их для разбойников? Зачем ей столько бурдюков? Знаешь, почему тебе такие глупости приходят в голову? Жениться пора! Ищи свою марджину! Поднимайте! Поднимайте цену! Никогда в Гулабаде подобной жемчужины не было! 25 динаров! 45 динаров! 50 динаров! 60 динаров! 70 динаров! 75 динаров! 80 динаров! 90 динаров! Динаров! Посмотрите на ее глаза! Мустафа, умоляю, не спеши меня продать кому-нибудь! А любова даст тебе гораздо больше! Гриша! Теперь плачь! Кричи, умоляй! Все равно я продам тебя какому-нибудь уроду! А любова разорил меня! Теперь мне никто не доверит свой караван! Ах, Мустафа, не спеши! Станом она страннее всех! А-а-а! Глаза как озера! Да! Это не та ли красавица, что вчера вечером остановилась у нас на ночлег? Эй! Да вот она! Доброе утро, госпожа! А-а-а! Извините! Как же прекрасна твоя возлюбленная! Как две капли воды похожим на нее! Только не хватает маленькой родинки на правой щеке! Идем скорее! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Посмотрите, как она танцует! Послушайте, как она поет! Пусть! Пусть! Гляжу надежду затая на свет луны таинственной. Но где же ты, любовь моя? Спаситель мой единственный! Гляжу надежд Губы, Аллы, точно розы. Эх, любезнейшая, если б я встретил такую девушку, я подал за неё весь свой караван-сарай. Хо-хо-хо! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Эй ты! Как ты смеешь обнимать мою рабыню? Марджина индийская принцесса, а не рабыня. И не тебе решать её судьбу, Мустафа. И не тебе решать её судьбу. Рискуя жизнью, я спас её от страшной смерти. Лжёшь, не гадай, ты же украл её. Успокойся, Али Баба, по закону каравана он имеет право на выкуп. Ты слышал, покупай, если богат. Назови цену. Девятьсот! Я дам больше. Хамит, не спускай глаз с Марджины. Я пойду к брату и возьму в долг. Тысячу золотых за рабыни из Индии? Ну что ж, и напомни своему братцу, что это именно я посоветовала тебе выручить его. Хорошо. Но при условии. Али Баба, слушаю тебя, брат. Я даю тебе тысячу золотых, но только одно условие. Да? Я согласен на любое условие. Подумай. Я на всё согласен. Так вот, подписывай эту бумагу, и я тебе даю тысячу золотых, а ты отказываешься от своей доли наследства в мою пользу. Касым! Ещё не проросла трава и могила твоего отца, а ты уже делишь наследство. Ну, ну, мама, тогда решайте. Или наследство, или деньги. Мне сейчас нужны деньги. Но у меня есть ещё одно условие. Твоя рабыня не войдёт в мой дом. Что с тобой происходит, Касым? Сначала ты отнял его долю, а сейчас выгоняешь его из дому. Пусть будет так, как он хочет. Теперь это его дом. Я больше не вернусь сюда. Касым, я знаю, ты дошёл до этого не своим умом. Я догадываюсь, кто тебе подсказал такое, но я не в обиде. Будь счастлив. Али, подумайся. Нет, без Марджина я не смогу жить на свете. Али, подожди, я пойду с тобой. Мама. У тебя нет больше матери. Она умерла вместе с твоим отцом. Ох, что теперь обо мне подумают люди? Ох, не нужно так расстраиваться, мой дорогой. Ты поступил по отношению к нему справедливо. Да. Вспомни, как он в своё время пытался выгнать меня, твою жену, из вашего дома. Дай сюда. Эти деньги по праву мои. Почему? Ты не довёз мои товары до Гюнабада. Ты разорил меня. На, держи, чтоб не подог с голода. Отныне мой дом, ваш дом. Входи, Марджина. Это моя мама. Не надо, Марджина. Ты не рабыня. Ты дочь моя. Тётушка Замира, я думаю, не дочерью вам будет Марджина. Она станет и вашей невесткой. А какой же нить бы сейчас может быть речь, когда я ещё не выполнил просьбу отца восстановить нашу дамбу? Пока ты восстановишь дамбу, ты рискуешь, не женившись, обрасти бородой отшельника. А чтобы восстановить дамбу, надо много денег заработать. А я их могу добыть только своим трудом. Эй, ты, постой! Куда тебя понесло? Или ты решил, что я на тебя повезу трава? Сейчас же вернись! Стой, стой! Стой, тебе говорят! Ну что за упрямая скотина! Субтитры сделал DimaTorzok Тимси, откройся! КОНЕЦ КОНЕЦ Симси КОНЕЦ Тихо! КОНЕЦ ПОМЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ Симси Симси Но это же просто зернышко. Сим-Сим, откройся! Сим-Сим, откройся! Сим-Сим... КОНЕЦ КОНЕЦ Бери! Бери! Кто здесь? Бери все. Кто это говорит? Я дух пещеры Сим-Сим. Но где ты? Я не вижу тебя. Тебе не дано меня увидеть. Меня может видеть только мой плавелитель. Но зачем ему столько золота? У кого золото, богатство, у того в руках власть. Забирай все. Деньги мне нужны, но не для власти. Тогда зачем они тебе? Чтобы вернуть Кулябаду воду. Двух мешков, я думаю, хватит. Откуда столько золота? Не связался ли ты с разбойниками, сын мой? Али, теперь я выполню волю отца. На эти деньги мы построим дамбу. Я... Марджина. Извините, за поздний приход нам понадобились весы. Отложите, пожалуйста. А разве нельзя подождать до утра? Купцы рис привезли. А, будете большой плов варить. Что, к свадьбе готовитесь? Да. Только не забудьте вернуть весы. Они понадобятся нам утром. Непременно вернем. А этих денег хватит, чтобы восстановить дамбу? Может, и хватит. На лошадей, доски, кетмени. А люди будут строить для себя. Бесплатно. Ты спишь, а твои родственники тебя одурачат. А ну-ка, проснись. Проснись. А-а-а, оставь моих родственников покой. Смотри, что они ночью взвешивали. Ну, встань, встань. А, ну что, что? Они взвешивают золото на этих весах, а мы только рис и овес. Золото? Бедные, несчастные. Подумай, сколько золота оставил твой покойный отец, а тебе только Дирхэм достался. А мы сочувствовали им. Остались без крова, пить есть им нечего совсем. Пусть отдадут тебе твою долю. Долю? Какую долю? Я у них половину заберу. Но только ни в чем им не уступай-ка, сын. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Али-баба! Ты мне нужен! Надо поговорить. А, братец, давненько мы не виделись. Али-баба, я очень рад, что ты исполняешь волю отца. Что тебе нужно? Али-баба, почему ты со мной не посоветовался? Почему не спросил у меня разрешения? Я не позволю тебе мою часть наследства тратить на строительство дамы. Опомнись, ты же все до последнего Дирхэма забрал у меня. С чего бы я так нам косым пожаловал? Должно быть, совесть заела. Совесть? Ты утаил золото, что скопил на черпине отец, неувиливая. Откуда у тебя столько денег, чтобы заново отстроить эту дамбу? Мою фатиму не проведешь. Я не могу открыть тайну, но поверь мне, Костын, это золото не отца. Брешь, или скажи правду, или отдай половину, а не отойдем к правителю. Скажи волшебное слово. Субтитры создавал DimaTorzok Сим, Сим, откройся! Сим, 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 Сим! О, чудо! Зернышко просым раздвигает скалу. Сим, 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 Сим! КОНЕЦ Голоский какой-то Человек, бересёк, бересёк, золото и алмазы, жемчуг и изумруды, бересёк. Я всё унесу, я всё унесу, дух пещеры, я всё унесу. На эти деньги, на эти деньги я куплю весь гулябат. Я заведу лучший на востоке гарем. Зачем мне одна фатима? Зачем? Индианки, румики, гречанки. Жаль, мало ослов привёл, но ничего, трус ещё одного осла понесу сам. Зерно! Откройся! Ячмень! Открой мне пещеру! Двери! Я прошу вас, откройтесь! Это просит вас Касым, самый богатый человек гулябата! Я вас уволяю, откройтесь! Я забыл волшебное слово, это она мне заворочила голову! Откройте! Откройте! Бери! Завёз! Пшеница! Откройте мне! Будущий властелин, властелин, что ж ты остановился на пороге? Выходи! Выходи! Сколожайся надо мной! Откройся! Всё обыскать! Чужие ослы у моей пещеры здесь кто-то есть? Скорее, скорей! Оскорай все сам, каждый закаток! Нет, не кроме того, он не мог уйти. Никого нет! Нет никого! Нет! Кругом всё обыскали! Дух пещеры! Бери! Скажи! Кто был здесь? Кто? Кто? Где? Кто? 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 Лошадь без Косыма? На, ешь. Мой руки, обед уже давно на столе. Ну и чудеса творятся на свете. Сама индийская принцесса поливает мне на руки. Такое возможно только в сказке. Соседи мне не дают прохода. Каждый раз спрашивают, откуда у нас столько золота. Ну придумай же что-нибудь. Скажи им, что наследство с неба свалилось. Или горный орел в клюве перенес. А правда откуда оно? Не знаю. Обманщик. Я люблю тебя. Опять шуришь? Умру. Алло, баба, у вас нет Косыма? Куда делся Косым? Он ушел еще утром к тебе за наследством отца. И с тех пор я не видела его. Лошадь пришла одна. Ослы его бродят по городу. Сынок, что случилось? Косым пропал. Но я догадываюсь, где он может быть. Фатима успокоится. Чувствует мое сердце. С ним что-то случилось. Я прошу вас, вернитесь домой. Все, все вернитесь. И вы, и Алибабай, и Марджина. Я боюсь. Вот такая история. Где здесь лавка Мустафы? Вот, пройди здесь за углом. Мороков, пройди здесь. Холодцы на дамке. Мороков, пройди здесь. Женщина. Пойдешь сейчас со мной. Собирайся. Зачем, куда? Одна госпожа ждет тебя. Она красивая. Да. Так ты идешь? Да. Но только утром. Ну, скажи честно. Я ей действительно нравлюсь. Очень. Она просто с ума сходит. Ага. Поторопись. А, да. Сейчас. А что это? Кинжал. Зачем? Не забудь захватить с собой иголки и нитки. И не вздумай бежать. А хорошо. Вот, завяжи себе глаза. Сейчас. Потуже. Угу. Идем. Живей. Ох, женщина. Один человек упал с дерева и разбился. Тело и лицо его обезображены. Я боюсь, что под одеждой, но и трупой. Ты сделаешь так, чтобы люди поверили, будто он умер достойно. Ага. Своей смертью. А, ну... Тихо. Сюда. Сюда. Тихо. Осторожно. Тихо. Куда? Приступай к делу. Кто был здесь еще? Кто? Париж! Знаете, ничего. Кто-то знает нашу тайну. Да. Кто-то еще знает тайну наших сокровищ. Папухасон. Настало время отмщения и возмездия. Мы, не жалея ни души, не сил. Подвергая себя опасности. По крупицам собираем эти сокровища кто-то. Пользуются ими, не утомляясь. Нет. Не утруждая себя. Да еще смеется над нами. Кто? Кто? Кто из вас самый сообразительный? Кто? Кто? Кто пойдет гулябан? Абу Хасан. Я пойду. Переоденешься, проникнешь в город и узнаешь, не хоронили ли кого сегодня ночью, спросишь. У башмачников, у могильщиков, дервишей. Обойду всех башмачников, всех дервишей, могильщиков. И узнаю, где живет наш враг. Ступай среди голова. Да. Я обмывал. Один труп. Где? Не помню. Уходи. Ну, Годи, почтеннейший. Уходи. Почтеннейший. Уходи. Вспомни. Не помню. Вспомни дом, где ты обмывал. Ну, вспомни. Не помню. Напряги свою память. Ведь покойник мой брат. Я приехал на похороны из старика. Вот тебе еще. Вот. Возьми. Не представь, ликеншал. Бог. Проклятая старуха. Повязала мои глаза платком. А возьми, возьми. Не волнуйся. Я проведу тебе этот дом. Почтенней. Кузьминцы. Да, кузьминцы. Киньшал. Что? Киньшал сюда. Музыка. Да, только не ошибись, братец. Тебе еще ждет награда. Награда? Да. Хорошо. Туда. Что? Протачи. Не мешай. Музыка. Сюда. Иди, иди. Вот это дверь. Здесь все двери одинаковые. Не мог ли ты ошибиться, пустинный? Я сочетал все шаги и запомни каждый поворот. Вот тут. Ага. А почему не заходишь? Поздно уже. Дозволь побыть у тебя до утра. Хорошо. Ты не мог ошибиться? Нет. Я никогда не ошибаюсь. Возьми. Ты сегодня потрудился на славу. Она настоящая? Да, да. Настоящая. Нет. Возьми. Возьми. Иди. Маленький тримассатор Вот это, Держи, мой правитель Вон моя метка А это что? Держи Мой правитель, и здесь метка? И здесь Так в каком же доме живет человек, который знает тайну разбойников? Или ты предатель? Хочешь перехитрить всех? Совладеть сокровищами пещеры и сам стать Абухасаном? Я пометил только одну дверь Кто может подтвердить твои слова? Его уже нет, он вчера провисал перед Аллахом, мой правитель Напрасно ты поторопился О, правитель Дозволь слово молвить Мы слушаем тебя, я знаю пещеру, где прячутся разбойники Прекрасно Я могу вас туда отвезти Сейчас? Да Мухаммед? Да, мой правитель Приказ начальнику стражи Сорок сабель пусть немедленно шлет за нами Вслед Слушаюсь А мы не будем терять время и помчимся к пещере злодеев, чтобы они не успели от нас скрыться Коня! Славному сыну Гулябада! Он покажет нам путь Веди нас! Али-баба! Увел Я в последний раз спрашиваю, Али Баба, Кому еще, кроме твоего брата, известна тайна пещеры? Скоро об этом будут знать все, Гулябади. Завтра мои люди, Али Баба, уничтожат всех твоих близких. Никто не должен был знать тайну пещеры. Абуха сам. Только мой брат Касым знал эту тайну. Угу. Но ведь у брата могла быть жена. Он был женат. Он не успел жениться, вы убили его. Ты решил упорствовать? Но прежде чем кони разорвут тебя на части, посмотри, что делает Абухасан с теми, кто не повинуется ему. Скажи, предатель, сколько крестиков ты поставил? Один. Так получай к нему еще один. Что за метка у тебя на лбу, сорви голова? Таким крестиком я должен был пометить дома Али Бабы. А это что означает? Это означает, что каждый отвечает головой за тайну пещеры. Ты слышал? Алибаба А может дадим ему последнюю надежду? Может отпустим его, а? Да Развяжите его, пусть бежит Если успеет Кровожадный злодей Настанет и твой час Ты за все ответишь перед правителем Твой правитель такой же пленник, как ты Как можно верить этому старому болтуну? Ведь в каждом его слове ложь Ведь он думает только о том, как бы стать шархом Этот подлый старик Тихо Борь и шархи Борь и шархи Алибаба, бежим! Скорей! Нагметь! Не лезь на уголе! Скорей! 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 Поехали! Поехали! Тьфокки У Али Баба! Скорее! Скорее! Пускайте воду! Пускайте воду! Сой! Нуoks, Que Tescutor! Поехали! Радуйтесь, люди Гулябада! Нет больше одноглазого Абухасана! Вот эта рука покарала его! Хвала, хвала, праздник! Славьте Алибабу! Это он раскрыл тайну разбойников и достоин награды! Сорок кувшинов сокровищ я вам привез! Несите их в дом Алибабы! О, достопочтенная хозяйка этого дома! Благодарю тебя за твоего сына! Будьте гостем! Благодарю! Дочка! Что с тобой? Прошу вас! Ох, эти жалые кувшины! Говорят, эти сокровища раздакут на роду! Да, после праздника! Да что-то не слышно! О, небо! Возможно ли? Я слышу голос Абухасана! Ты ошибаешься, Фатима! У нас в гостях правитель! Нет! Ошибиться я не могла! Это его голос! Сидите тихо! В полночь я дам сигнал, два раза хлопну в ладоши! Абухасан! Не волнуйся! Ждем твоего сигнала! Я знаю, молчи! Ага! Вот и все сорок! Прошу вас, мой правитель! Я пробуду у тебя в доме до утра Алибаба! Мы готовы! Ждем сигнала! Ждем сигнала Абухасана! Кольцо! Это кольцо принадлежало покойному Абухасану! У моего отца было такое же! Кольца живут дольше людей! А где твоя жена? Слуха не идет, что она так прекрасна! Абухасан! 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Добро не надевает маску зла, но часто зло под маской добра, под маской бескорыстия и любви, творит дела разбойные свои. Дима Торзок 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 Парчина! Парчина! Я здесь, Али Баба! Али Баба, я здесь! Ты смелый человек! Ты пришел сражаться со мной один, Али Баба! Ты один пришел сражаться со мной, ты смелый человек! Ты хочешь меня убить, Али Баба? Или, может быть, ты хочешь убить меня, скажи? Кого из нас ты решил убить, Али Баба? Кого из нас? 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 Не радуйся преждевременно, я готов с вами со всеми сразиться. Сколько бы ты не принимал своих обличий, Абу Хасан, все равно тебе не удастся уйти от возмездия. Где Марджина? Куда ты спрятал ее? Али Баба! Марджина! Али Баба! Марджина, где ты? Али Баба, я здесь! Али Баба, ты сражаешься с призраками! Настоящий Абу Хасан тот, кто отражается в зеркале! Али Баба! Али Баба! Али Баба! Марджина! Освободи меня! Скорее Скорее Марджина Я подарю ему жизнь Если ты полюбишь меня Иначе вы умрете На глазах Друг у друга Выбирай Проклятся Только не подпускай колодцу Абу Хасан Чтобы он не успел вызвать Духа пещеры Он не успеет Иди сюда, Алибаба Эрина, помощь Остерегайся, мой повелитель Против чар любви я бессильно Так Духа пещеры Тихо пещеры Ты погубил носом, и повелитель! Я иду за тобой. Легенду эту, позабыв в печали, венчаем мы счастливым окончанием. Пусть радость людям точно солнца светит, да будут люди счастливы на свете, как счастливы любовью наделимых Алибаба с красавицей Марджин.